всем привет спасибо что пришли сначала немножко поясню вообще слайд да какие-то странные аббревиатуры логотип джангла бы логотип пасгресса поговорим на самом деле сегодня о простом о паттерне проектирования который позволяет объекты которые связаны с друг с другом в объектно ориентированному программирование часто называется наследование как такие объекты можно хранить в реляционных базах данных конкретно аббревиатуры mti и sti расшифровываются как multi-table and hitons and single table and hitons соответственно наследование используя несколько таблиц и наследование использования одну таблицу все достаточно просто поскольку мы привязываемся конкретным инструментом я решил что джанга в рам может нам помочь с реализацией этого паттерна ну а в качестве баз данных я буду использовать свой любимый пасгресс вопрос к аудитории кто пользуется джанга а ну понятно а пасгрессом кто пользуется больше чем жанга отлично немножко о себе много уже пишу на питоне я сейчас работаю в киви и последние несколько лет я занимаюсь основном финтех стартапами поэтому в моем докладе будет очень много каких-то финансовых терминов вот я быстро объясню поэтому вы тоже не запутаетесь вот этот молодой человек будет мне помогать я сначала думал что понадобится предупреждение о том что будет много кода в моем докладе но посмотрев на предыдущий доклад и я понял что это не очень актуальное предупреждение вот меня будет не так много поговорим о сначала доменной области да я говорил что я работаю в физтехе в физтехе физтехе ну физтехе я учился вот поэтому я буду говорить сегодня о финансовых аккаунтах что такое финансовый аккаунт на самом деле у всех у нас есть финансовые аккаунты это как пример да я привел здесь у вас может быть какой-то инвестиционный аккаунт может быть кредитная карта или дебетовая на вас оформлена и например у вас может быть долг на самом деле лон аккаунт долг это терминология скорее больше американская у них много долгов у нас это в основном кредиты а кто брал кредит в зале хоть раз вот значит у вас наверняка есть лон аккаунт вы платите за него ежемесячно может быть уже выплатили если повезло как наша вот эта доменная область выглядит с точки зрения объектно-ориентированного программирования программирования в питоне все просто у нас есть базовый класс до который называется financial аккаунт и классы наследники вот я тут взял для примера два наследника это кредитная карта и кредит долг здесь я хочу отметить следующие вот вот это вот нужно на самом деле так сказать сейчас запомнить потому что будет полезно в дальнейшем важно тут одно что при использовании наследования у нас всегда есть какие-то общие поля здесь как вы видите три общих поля да то есть у нас у каждого аккаунта есть его название ссылка на пользователя которому он принадлежит ну и текущий баланс этого аккаунта и у отдельных аккаунтов до которые являются наследниками у нас есть какие-то свои собственные поля да то есть поля которые совпадают и поля которые отличаются новка для кредитной карты это там доступный лимит а для кредита там ставка и там рекурентный платеж все вроде бы понятно да это с точки зрения питона с точки зрения баз данных мы сначала с вами поговорим о том как например в нашем любимом пасгрессе такая такое наследование собственно реализуется штатными методами очень странная история вышла в пасгрессе очень давно появилась появился синтаксис наследованием который вот указан здесь да то есть у нас здесь создается таблица которая наследуется от вышесозданной изначально в пасгрессе это использовалось для того чтобы противцы партиционировать большие таблицы кто в пасгрессе хоть раз занимался партиционированием больших таблиц а есть такие люди тогда наверняка наверняка до версии пасгресс 10.0 если вы с ней работали вы писали что-то вот типа вот такое и накладывали специальный констрейн который показывал какие именно данные в эту таблицу можно положить однако как такой сайд эффект можно использовать это же синтакс чтобы реализовать наследование встроена именно в базу данных пасгресс здесь в принципе все очевидно из из келя есть общие поля есть различающиеся поля и казалось бы все красиво вообще пасгрессе все реализовано да почему там в других фреймворках или в рмах не поддержит эту историю сейчас я постараюсь объяснить в целом когда вы выбираете даже все объекты из все колонки из таблиц то вы получаете совершенно очевидные поля то есть те которые присутствуют в базовой таблице это общие поля и для каждой таблицы соответственно свой набор парей вот однако есть нюанс который состоит в том что поскольку изначально наследование было в пасгрессе для того чтобы реализовывать партиционирование то когда вы делаете выборку из общей таблицы пасгресс по привычке сканирует все таблицы наследники вместе с общей потому что она выбирает потому что общие поля которые она выбирает из якобы таблицы financial аккаунт на самом деле находится в других таблицах в соответствующий кредит карт аккаунт и в лоун аккаунт если вы создаете записи через эти таблицы это нужно иметь ввиду такой нюанс что у вас вроде есть наследование вы делаете запрос к базовой таблице но пасгресс просматривает все если у вас не стоит соответствующий constraint ну говоря про пасгресс никак не обойтись про без raw sql да вот такой у нас страшный join по всем этим таблицам чтобы сделать что чтобы вытащить все аккаунты для одного конкретного юзера вот здесь вот вы можете посмотреть в и идет фильтр по мембер айди это основной наш бизнес кейс да вот у нас есть в базе кучу аккаунтов и нам нужно ну пользователь заходит там свой личный кабинет и мы мы должны отобразить список всех его аккаунтов правильно основной бизнес кейс поэтому чаще всего я буду опираться именно на этот бизнес кейс насколько просто выполнить вот такой запрос то есть достать все аккаунты пользователя все данные об аккаунтах используя его условно говоря айди вот так выглядит вот такой вот selectic в принципе люди которые знакомы со сквелем а кто да вот хорошо знаком со скелем считает так что хорошо знаком да наверняка понимаю что здесь происходит таблица до наследника и таблицы на таблице наследника таблица родителей здесь джойница по собственно ссылкам друг на друга и получаются все необходимые данные то есть вы получаете в одной записи поля от от всех наследников к сожалению здесь есть такой нюанс что сложно по ну получить вот то конкретное поле которое бы показывала какому типу принадлежит данная конкретная запись вам придется проверять какие выборки поля пустые какие не пустые и делать за счет этого выводы дальше мы как бы продолжим да и вот что если вот у нас возникла какая-то проблема она не очень релевантно для этого кейса но может быть в других кейсах более релевантно если мы захотели сделать имя аккаунта уникальным но нельзя создавать вот аккаунты с одним и тем же именем разных типов мы естественно пойдем с вами и сделаем вот этот констрейт на нашу базовую табличку и конечно это не совсем может быть очевидно но на таблице наследники это вообще никак не повлияет потому что вставляя данные в таблице наследника вы никак вот этот констран не используете потому что он не наследуется просто-напросто если вы сделаете контрейнт такой же но на табличку loan account то да это вам не позволит вставлять аккаунты с одинаковыми именами но вполне себе позволит вставлять аккаунты с одинаковыми именами в табличку с другим наследником поэтому здесь нужно иметь в виду что если вы захотите наложить какой-то constraint, который действует на общее поле, то вы и должны будете наложить этот constraint во всех таблицах. То же самое касается внешних ключей, если они есть в этих таблицах. Тут, конечно, Джеки Чан этом недоволен, и, в принципе, этим тоже были недовольны core-разработчики Django, поэтому, когда пользователи пришли к ним с запросом, вот смотрите, какая прикольная тема есть в пасгрессе, давайте в Django это сделаем, они посмотрели все нюансы, связанные с вот этим built-in-наследованием, и сказали, что-то там мутно, очень все много мутного, во-первых, и с миграциями будут проблемы, и с вот этим пониманием, что наследуется, а что не наследуется, поэтому мы, пожалуй, не будем вносить в Django.rm поддержку такого типа наследований. И отказались от него. Когда вот, не знаю, я могу посоветовать, когда заняться вот этим вот стройным наследованием в пасгрессе, ну, не так много кейсов, да, в основном это, если вы работаете больше с базами данных, чем с кодом. Вот тогда вам, наверное, будет интересно. Если вы разработчик, который использует ORM, то я думаю, что это очень редкий кейс, когда вы захотите это использовать, и когда вы захотите, вы прямо осознаете, зачем вам это нужно. Теперь пойдем к нашему любимому, да. Окей, посмотрели, как сделано в пасгрессе, что у нас в Django. Тут стоит отметить сразу главную вещь. Все, что сделано на уровне кода, является, по сути, эмуляцией. То есть мы эмулируем некое вот это вот OOP-наследование, используя всякие хаки, костыли и фичи, которые предоставляют реляционные базы данных. Есть три вида такой эмуляции, которые так или иначе вот можно реализовать в Django. Это абстрактные базовые классы, о которых я еще не поговорил, но сейчас расскажу. И то самое Multi-Table Inhibitance и Single-Table Inhibitance. Посмотрим на каждый из них поподробнее. Абстрактные базовые классы. Вы это уже, скорее всего, видели, если активно используете Django. Выглядит все как в Питоне, только вы наследуете модельки друг от друга и обязательно у модельки родителя указываете абстракт true. А кто так делал уже? Многие. Что в таком случае происходит? У нас есть общая модель родителей с общими полями и модели наследники. И на самом деле происходит следующее. Никаких здесь трех таблиц не существует. Происходят две таблицы. Просто в каждой таблице содержится свой набор полей. Все достаточно прозаично и, самое главное, очень интуитивно. Потому что на самом деле существует всего лишь столько таблиц, сколько у вас есть наследников. Никаких связей между этими таблицами нет. Кроме того факта, что у вас есть ссылка на пользователя. И вот эта ссылка на пользователя позволяет вам получить все аккаунты пользователя за сколько запросов? Так, за один, кто меньше? На самом деле за один, все верно. Вы можете, если вы фанаты SQL, вы можете пойти в SQL и переджойнить это все вместе по member ID и за один запрос все достать. К сожалению, в Django ORM такой возможности нет. Поэтому чаще всего вы будете делать два запроса по количеству ваших таблиц. Как бы небольшой такой промежуточный итог. У нас есть наследование, но оно реализовано только на уровне кода. То есть таблицы как минимум две. И все данные разделены по отдельным таблицам. Наша бизнес-цель – это сделать один такой запрос к финансовому аккаунту с помощью Django ORM. И получить с вами query set, который состоит из реальных аккаунтов пользователя. Вот эта история понятна. Посмотрим, сможем ли мы сделать это, используя ABC. То есть мы же берем вот этот financial аккаунт, пишем вот то же самое. Нет, у абстрактной модели просто нет даже менеджера своего. Это сделано умышленно, чтобы не вводить никого в заблуждение. Такую ситуацию с ABC выполнить вот так вот сразу не получится без дополнительных каких-то костылей. И поэтому все же придется чаще всего вам делать N-SQL запросов. Если вы достаточно умны и у вас все таблицы связаны через какое-то промежуточное поле, типа мембера, в данном случае, то вы можете как-то попробовать ROV SQL пописать и все-таки за один запрос это все достать. Но, скорее всего, вы это делать не будете. Более того, если вы захотите поставить такой же уникальный constraint на имя name, у вас тоже с одного раза это не получится сделать. Потому что, во-первых, вам придется сделать два constraint на две таблицы, а во-вторых, эти constraint друг с другом не шарятся. Вы можете добавлять одно и то же имя, как бы у вас будет в одной таблице и в двух таблицах одно и то же имя присутствовать, что, собственно, нарушает ваш constraint как таковой. Но, соответственно, мы получаем хороший такой подход для того, чтобы добавлять новые поля в несколько моделей. В базовую модель, куда добавили поле, оно сразу раскатилось на всех. Иммиграции создались, все отлично. И переиспользование кода. Это наши плюсы. Тут я еще раз напоминаю, что в нашем конкретном кейсе по MemorID можно все сделать, достать за один запрос. Но через ORM это сделать я не нашел как. Может быть, кто-то сможет, но, на мой взгляд, это невозможно. Итак, основные способы использования вот этого подхода через абстрактные модели. Чаще всего вы использовали их как миксины, чтобы добавить к нескольким моделькам одинаковые поля. Вот вы разрабатываете какой-то фреймворк, может быть, или свою библиотеку, которую хотите кому-то отдать. Как, например, библиотека Django, в которой есть абстрактная модель пользователя. Да, наверное, все ее видели. Или у вас есть какие-то действительно такие понятные и сторонние требования к тому, чтобы реально хранить данные без связи между таблицами и все данные в отдельных таблицах хранить. Так, чтобы, например, как-то отдельно монтейнить каждую таблицу. Может быть, там, permission какие-то отдельно набрасывать. Может быть, протицирование там включить и так далее. С двумя таблицами, которые не связаны, это делать намного удобнее. Но, опять же, представьте, что вам нужно выбрать все условно аккаунты для пользователя для одного и, например, отсортировать их по дате создания. Простейшая бизнес-операция. Вам нужно сделать запрос в одну таблицу, потом во вторую, получить ответы и помержить их в питоне, отсортировать в питоне этот список, если вы будете делать это через ORM. Вот, это что касается ABC, а теперь переходим к MTI. Все просто, общие... У нас появляется еще одна табличка, в которой хранятся общие поля. А все различные поля хранятся в табличках-наследниках. В Django это реализовано, может быть, реализовано тремя способами. Я сейчас один из них покажу, на самом деле. Это первый. Это просто наследование моделей друг от друга, без использования слова abstract. Второй – это использование явное поля one-to-one в моделях. И третий, который наверняка тоже многим знаком, через использование контент-тайп-фреймворка. Кто использует контент-тайп-фреймворк Django? Да, молодцы. Про контент-тайп-фреймворк и про его использование, и подводные камни, извините, это можно делать вообще отдельный доклад, и я не буду его здесь упоминать. Это очень такая материя высшего порядка. Я расскажу по простой о наследовании моделей. Ну, на мой взгляд, да, из моего опыта, это очень частый кейс. От наследовались модельки друг от друга. Все, как раньше, выглядит почти как питоновское наследование. Однако, стоит учесть, что у нас появляется неявная связь между таблицами. То есть Django за нас вот такой вот немножко сахарку добавляет, да, и добавляет отдельное поле в каждой таблице наследника, которое называется pointer ID. То есть это просто ссылка на оригинальную таблицу. Мы опять идем к нашему бизнес-кейсу. Вот я могу так сделать с financial аккаунтом, с такой моделью? Нет, не могу. То есть такая выборка даст объекты только из базовой таблицы. Никакой связи с таблицами-наследниками эти объекты в данный конкретный момент не несут. Вы можете воспользоваться встроенными select-related механизмами, чтобы подселектить объекты из этих моделей-наследников. Но это все кажется таким сложным и, главное, неудобным. Неужели ничего не придумали, чтобы это как-то упростить, этот момент? Придумали. Сейчас мы поговорим об этом. Второй момент, связанный с тем, что у вас неявно Django делает ссылку one-to-one на модель родителей, является тот факт, что когда вы берете модель наследника и делаете запрос, то вы на самом деле делаете join с моделью родителям. То есть вот такой запрос не должен у вас вводить в заблуждение, вы делаете вот такой join, потому что там внутри one-to-one field, и это нужно иметь в виду. Этот join приводит к дополнительному, может быть, оверхеду, который вообще вам не нужен. Поэтому если вам такое поведение не нужно, то вы можете либо отказаться от обычного наследования и просто добавить one-to-one филды, либо использовать стандартный механизм URM, типа only, defer, values и так далее. Итак, что же нам поможет добиться того, что мы хотим? Есть библиотечка, называется Django Polymorphic. Собственно, plug-and-play, добавили модельку, от наследовались, вот так вот вызываем, все работает. То есть никаких сложностей, казалось бы. Не все так просто, потому что под капотом, чтобы выполнить этот запрос, библиотека делает три SQL-запроса и два запроса из них с join'ами. Запросов происходит ровно столько, сколько у вас есть моделей, собственно говоря. То есть, ну, представляете, да, как это скейлиться? Вот сколько у вас наследников, столько у вас SQL-запросов происходит вот на такой вот query-set. Ну, в библиотеке, очевидно, нужно сходить сначала в базовую модель, получить все ID-шники, и потом по этим ID-шникам сходить в модели наследники и достать оттуда данные, и помержить их в коде. Вот, помимо этого, библиотека добавляет новое поле, которое ссылается на content-type, да, то есть оно хранит в оригинальной модельке тип наследника. Поэтому это нужно тоже иметь в виду, если у вас уже существующий какой-то есть код, да, то вам придется делать миграцию на существующих, на существующей таблице, да. И, ну, основной, мне кажется, основная проблема этой библиотеки – это большое количество SQL-запросов. То есть, ну, мне кажется, что можно меньше. Из плюсов я бы отметил, что она хорошо интегрируется с Django-админкой, и у нее очень такой приятный синтаксис запросов, там, поинтереснее выглядит, чем Legacy, чем generic Django ORM. Я поэтому советую все же документацию почитать. Но я бы, ну, подумал много раз, прежде чем использовать ее в проде. Второй момент, то есть вторая утилита – это Model Utils. Есть у нас такой пакет, в нем есть Enchartence Manager. И вот это я вот использовал в продакшене, и мне это понравилось. Вы заменяете менеджер модели, ничего больше не делаете, и вот вызываете вот такую строчку, ну, немножко, да, там, не выглядит как generic, но решает нашу проблему. Мы здесь получили query set из нужных объектов. В целом, такой простая достаточно такой момент использования. Используется один запрос, да, как я уже говорил, то есть эта библиотека делает все максимально компактно, то есть на каждый запрос такой, да, вызывается вот такой один запрос, но стоит учесть, что в нем будет столько join-ов, сколько у вас наследников. Вот сейчас у меня два наследника будет, ну, сколько у вас есть. Вот. И в целом можно использовать абсолютно не гнушаясь вот такими вот страшноватыми Django ORM-овскими подходами, да, то есть вы там можете сразу все выбрать, да еще пофильтровать каким-то вложенным полям, там какой-то фильтр хитрый наложить. И заодно здесь можно еще там и сортировочку налепить и так далее. Все достаточно удобно происходит. Вот. И это решение я бы рекомендовал, потому что оно мне нравится. Все плюсы и минусы уже рассказал. Идем дальше. Ну, что хорошего, да, MTI? Вообще, чаще всего, вот на моей практике, да, чаще всего вижу именно такое использование наследований. Все понятно, данные нормализованы, есть ссылка на общие поля. Да, если вы захотите наложить constraint на имя, да, как мы уже пытались сделать, вы его наложите, извините, и этот constraint будет шариться между всеми таблицами-наследниками. То есть нельзя будет создать, например, credit card account с тем же именем, которое уже есть в таблице. Это очень важная деталь, поэтому этот способ на самом деле хорош. Вот. Ну, конечно, растет количество join-ов, да, это может в какой-то момент стать проблемой, особенно если у вас много вложенного наследования. Вот сейчас я рассказываю про базовый пример, когда у вас, ну, там, базовая табличка одна, и от нее наследуются два, там, дитя. А теперь представьте, что от одного дитя наследуются еще два дитя, от них еще там одно. Ну, я надеюсь, что вы так не сделаете, в принципе, никогда подумайте, но это вам ничего не мешает с точки зрения Django ORM, и такая история с наследованием абсолютно будет поддерживаться, будет делать нужное количество join-ов и так далее. Ну, и стоит учесть, что, ну, как бы, новый e-chile добавляет новую таблицу, то есть таблицы будут умножиться. Вот. В целом, доказанное, проверенное временное решение, поддерживается ORM, там, с ним все здорово, почти. Теперь перейдем к STI. Все просто, все данные в одной таблице, то есть нет вот этого, там, рассуждения о том, в какую таблицу что положить, где все лежит и так далее. Логика только на уровне кода распределяется, Django из коробки не поддерживает, ну, потому что вот не поддерживает. Что нам может помочь? Django Typed Modules. Ну, наследуемся от Typed Model, которое добавляет поле Type. Все выглядит абсолютно так же, как и до этого на слайдах, только во всех полях вот эта вот неприятная история возникает, null true. К чему приводит такое наследование? К появлению одной большой таблицы вот с таким количеством полей. Поля, которые общие, они, соответственно, не nullable, а поля, которые различаются, они все nullы. То есть все данные хранятся в одной таблице, для соответствующего типа хранится там его тип, и если для него каких-то полей нет, они nullы. Все здорово, за один SQL можно все данные сразу вытащить, никаких джойнов, отфильтровать там, как вы хотите, пожалуйста. Но понимаете, да, все проблемы с этим связаны. Рост таблицы в плане колонок, если у вас много наследников, высокая связанность кода, да, у вас все в одной таблице хранится, а код в разных классах. Ну и с точки зрения вот этой библиотеки, странный вот этот вот тип, она сразу автоматически создает это поле с индексом, и у этого поля, очевидно, будет индекс с низкой селективностью. У вас может быть тысяча записей и три наследника. Ну, то есть я не понял этого решения у них, это будет тормозить. Подход, который я сейчас использую в STI, это хранение данных, которые различаются не в отдельных колонках таблицы, а в JSON-поле. А кто тоже использует JSON-поле для хранения различающих данных? Вот, вот, хорошо. Хорошо. Все достаточно просто. Храним тип, храним поле, да, вот у нас есть JSON-филд, который внутри себя имеет тип JSON-B, бинарный JSON, да, и нам используем. Все по красоте. Один запрос, да, чтобы все достать. Есть нюансы. Короче, с ORM, да, с обычными реляционными отношениями у нас схема есть, мы их в моделях описываем. А в JSON-поле схемы нет. Ну, то есть, как бы, что там у нас в этом словаре хранится, слабо себе представляется. И там тоже про поддержку его непонятно, вот этого JSON-а, производительность и так далее. Сейчас такой тренд идет, он уже идет несколько лет. В Passgress все больше добавляют новых фич, связанных именно с работой, с данными, которые находятся в JSON-B формате. Там уже, в общем, очень сильно стараются наши ребята из Passgress Pro, и пилят, и различные там библиотеки типа JS Query, которые добавляют constraint, и новый синтаксис. под их натиском новый вот этот вот SQL 2016 стандарт фили, в котором описывается JSON, и как с ним работать. Куча новых функций. Даже в 12-й версии закомитили вот эту вот проверку, не проверку, а поддержку JSON-пасс, языка работы с JSON-ом и выборок. Вот. Поэтому с точки зрения суппорта, я тут не сомневаюсь, что он будет дальше прогрессировать, и куча уже различных индексов для JSON-B поддержана. Можете посмотреть доклады, эту ссылочку, доклады Олега, как он, Бортунова, да, который как раз очень сильно форсит эту тему, и всех сгоняет с MongoDB в Passgress. Три проблемки быстренько, с которыми мы столкнулись, и какие решения приняли, чтобы их решить. Первая проблемка, какой пишет такой код? Да. Это очень высокая связанность в этом коде, здесь куча всего понамешана, сложно читается, рефакторинг потом, если это куда-то вьюху уехал, очень сложный. Очевидное решение, которое описано в документации, это использование менеджеров, Django менеджеров. То есть вы пишете, на самом деле, вот такой код, вместо того, что вот там вот было. И потом этот код просто расширяете, добавляете куда-то такие нужные методы, у вас, во-первых, резабельность, модульность увеличивается, резабельность увеличивается, и вы живете долго и счастливо. Второй, можно использовать везде, не только с JSON-филдом. Второй момент, когда вы вызываете у модельки сейв, вообще, если вы вызываете сейв без updated fields, то вы как бы уже там нарушаете несколько законов, в нескольких штатах США, наверное, потому что при вызове сейв без указывания field-off все field-ы, которые сейчас находятся в памяти модельки, отправляются по сети в Passgress. Вы, во-первых, перезаписываете те изменения, которые были сделаны не вами за то время, пока вы работали, а во-вторых, по сети много трафика гоняете. С JSON-ом это особенно актуально, потому что его много, и он чаще всего там такой большой, развесистый. Используем Django Passgress Extension, там есть функция JSON-bset, которая позволяет, ну, может быть, не совсем вот так вот лаконично, но в целом понятно, проапдейтить только один ключ с одним значением, не гоняя JSON никуда. На большом highload'е это очень важно. Это намного быстрее работает и правильнее. Именно с точки зрения SQL вы бы делали вот так. Это вторая проблема. Третья проблема, это вот, как я говорил, отсутствие схемы. Да, что там в JSON написано, непонятно. К чему мы пришли? Мы пришли к Pidentic и своей обертке, которая называется JSON-skimed-field. Pidentic, кто знает про Pidentic? Если вы не подняли руку, срочно бежим, гуглим и смотрим, что это такое. Ну, это типа в золотой пантеон библиотек входит сейчас. 2019 год. Выглядит это так. Создаете модельки по-идентиковски, в котором описываете тип ваших полей. Потом создаете union, используя аннотации питоновские. Прописываете этот union, во-первых, вот так вот к полю, как аннотацию. А во-вторых, используя JSON-skimed-field, куда передаете в качестве схемы вот эту историю. Что это нам дает? Дает валидацию данных на сохранение по этой схеме, возвращает объект схемы вместо какого-то словаря известного и добавляет классного автокомплита. Вот такого. То есть, вы прям набираете поле, а там бац вам due date из credit card data, бац interest rate из long date. Это очень сильно улучшает вашу продуктивность и волосы становятся мягкими и шелковистыми. Очень рекомендую. Implementation field, вот можно посмотреть по этой ссылке, там никакой не пакет, а просто GIST. Ну, сорян. Соответственно, когда используем, ну, это самый такой сейчас, наверное, трендовый способ, но нужно учесть, что, во-первых, вы, ORM сейчас не позволяет вам удобно из JSON-а подтянуть только те ключи, которые вам необходимы. Вы можете из колонок делать only defer и забирать нужные поля. А вот встроенного сейчас механизма в ORM достать только один ключ из большого JSON-а за select запросы у вас нет. Придется ROASQL писать, но он тоже встраивается в query set. Вот. У вас нет, не будет, скорее всего, каких-то сложных констрейнтов на JSON-е. У вас не будет аналитики оптимизатора пасгрессовского по JSON-полям. Вы в каких-то запросах можете проседать. Но для простого кейса, который я описывал, это достать все данные аккаунтов для пользователя вот так вот и вывести их. Это оптимальный вариант, на мой взгляд. Поэтому в итоге каждому, да, каждому подходу, каждому инструменту, да, свою задачу. Условно так, скажем, да. АБЦ, это в основном миксы на какие-то, либо какие-то фреймворки, библиотеки. МТА, это зарекомендовавший себя подход, который классический, полностью изведанный и без нюансов, но с определенными проблемами выборки объектов, там, мерзжение в коде и так далее. JSON, это все-таки больше юзабилити, удобство, мы к нему привыкли и все к нему идут. Что выбирать, дело за вами. Спасибо, вопросы. Так, вот давайте, у нас будет 4 вопроса, я вас запомнил. Ага, Да, вопрос про Pydentic. Не сталкивался ли ты с косяками в имплементации Pydentic? Я объясню, почему я спрашиваю. Я столкнулся один раз с темой, я пытался выстраивать на Pydentic многоуровневые такие схемы валидации, в какой-то момент подумал, а что, если я сейчас возьму и скопирую один объект, скопируется ли он вместе со всеми референсами вложенными? Он скопировался, к счастью. Я параллельно погуглил и нашел совсем недавний Ишью, совсем недавние месяца три назад, наверное, это было, Ишью, когда это не копировалось, и автор Pydentic написал, сейчас исправим, и взял в коде, исправил копию, на deep copy. То есть, вот поддержка вот такого уровня, и это заставляет меня думать, что, возможно, есть какие-то вещи, до которых он еще не додумался. Ты, мне кажется, более опытный пользователь по Pydentic мог с чем-то подобно потолкнуться. Окей, по Pydentic пользуемся давно, сталкивались с проблемами, заводили эти Ишью даже ему на GitHub. Ах, это ты был? Ну, может быть. Вот, автор иногда, там есть нюансы, есть нюансы у автора, и в этом Ишью, в котором мы с ним общались, он тоже, такое ощущение, что он не совсем, ну, неважно. Короче, недавно вышла версия Pydentic 1.0.0, то есть, типа, релиз. До этого он был бетой, там, ноль с чем-то там. Я вот не знаю, какую версию ты использовал. Использовал ли ты первую версию? Вот если... Не помню, скорее всего нет. Вот, я как бы вот, есть релизная версия теперь, понимаешь, до этого была бета. Мы ее потестировали, теперь есть релиз. Попробуй релиз. Там документация обновилась, все основные баги зафиксились, в общем, ее можно юзать. Ладно, круто. Спасибо за вашу Ишью. Следующий. Кому быстрее? Вот, давайте быстрее на четвертый ряд дайте. Или на последний. Ну, хорошо. Спасибо за доклад. Угу. Я хотел уточнить про PyDentic и генерацию схемы. Да. Мы не используем в проекте PyDentic. Но вот такой момент. Если на фронте есть какой-то Swagger автокодген, как он работает с ним? Ну, здесь немножко такой вопрос в другую сторону. Вот я конкретно здесь PyDentic использую для того, чтобы схемы реализовывать, объектов, которые в базе хранятся. Но его можно использовать и для того, чтобы проводить валидацию, да, ну, можно использовать, чтобы проводить валидацию каких-то данных с фронта. И точно так же отдавать фронту данные после валидации под PyDentic. Он поддерживает там конвертации в JSON схему и там, и в JSON и так далее. Поэтому Чего только люди не придумывают, чтобы маршмеллоу не использовали. Да, 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 да. То есть суть PyDentic именно в том, что он использует вот этот красивый синтаксис с аннотациями. Поэтому используя его для валидации фронтенда тоже возможно, на самом деле. То есть так, не знаю, ответил на вопрос или нет. Ну, для... Давайте продолжим дискуссии все. Еще вопросики зададим вкратце. Просто у нас буквально там три минуты есть. Вот четвертый ряд давайте. А кто? Да. Я помню. Спасибо. Спасибо большое за доклад. Атомировал перформанс всех трех подходов с точки зрения, ну, как быстро-вно работает. И нет ли дикого оверхеда на сериализацию JSON? Сериализация JSON. Сериализация JSON происходит в двух моментах. Когда ты сохраняешь что-то в базу и когда ты что-то из базы получаешь. То есть она происходит в питоне и есть какой-то парсинг в пасгрессе, но его мы не учитываем. Конечно, если ты, например, вставляешь много данных, в которых есть JSON и он большой, наверняка ты увидишь какое-то время работы вот этого питоновского там JSON dumps условно. Я с такой проблемой именно с сериализацией никогда не сталкивался. То есть я слышал, что люди там ультра-JSON сразу подключают или рэпид-JSON, потому что как бы якобы там встроенный питоновский JSON парсер медленный. Он был медленный, но потом его переписали. То есть в моих реальных продакшн-кейсов проблем именно оверхеда сериализации я никогда не испытывал. То есть я, конечно, всегда брал там, устанавливал ультра-JSON, например, и может быть поэтому я и не испытывал. Но сейчас я даже его не ставлю и в принципе тоже не парюсь по этому поводу. Приходите на MongoDB. Спасибо за доклад. Первое. В Django можно сделать кастомный джойн. Выглядит ужасно. Ну, да. Второе. На одном слайде была опечатка сохраняла, вносилось изменение в поле дата, а в апдейт филд передавалось в поле аккаунт. Ну, это мелочь. Ну, да-да-да. Третье. Использование JSON филда очень классная штука, но когда ты делаешь селект по табличке и выбираешь много значений из этой таблички, скорость выполнения запроса начинает расти линейно. Потому что Postgres ходит в отдельное хранилище, чтобы выдернуть JSON-B. Вот. это большая проблема. И это так, просто мелочи. А вопрос у меня в том, что... Это факты. Вопрос в том, что Django, REST, Framework умеет понимать по идентик, сериализация строится, сериализатор умеет строиться из этого поля аннотированного, или нужно ручками писать сериализатор, чтобы это все на вход принимать. На выход понятно, оно сериализуется нормально, дикфил, пишешь и радуешься, а вот на вход. Я о таких, отвечая на твой вопрос, я о таких библиотеках, которые интегрируют по идентик и сериализаторы DRF, сейчас не знаю. Но, возможно, если погуглить, то они найдутся. То есть ты, типа, берешь и указываешь не условно сериализатор, а схему по идентика, и все автоматически работает. Вот. Такой мой ответ. По третьему твоему пункту про линейную скорость. Я еще раз важно упомянул здесь, а может быть забыл, что схема с джесоном не предоставит, не говорит, не как бы не дает, вернее так, она не представляет возможности, чтобы ты всю таблицу сканил с джесоном. Ты должен выбрать из этой таблицы по мемберу. Ну, одно, две, десять. Ну, одно, две, десять. Классно. Да. То есть тебе надо получить сто, ты получаешь очень голубое выполнение запроса и очень сильно нагружаешь диск, потому что конгресс будет шоу. Верно, верно. Получать каждую отдельную запись. Да, это верно. И это даунсайт вот этой модели. То есть, если ты делаешь именно большие запросы, такие, где у тебя много энтрисов получается, то джесон будет добавлять ощутимый оверхед. У тебя я в MongoDB не будет. Давай все остальное у нас будет буквально там пять минут до закрытия, которое пройдет в первом зале. Давай вопрос лучший выберем. Тебя. Так, вопрос. Ну, однозначно один из призов вот последнему молодому человеку, который столько багов у меня нашел. Хорошо. Пауэрбанк или кружку? Пауэрбанк хочу, да? Да. Так, хорошо. Значит, пауэрбанк у нас от Киви получает лучший вопрос. А второй? И второй вот в футболке, не знаю, как зовут, и ЕПАМ написано. Ага. Тогда, значит, подарок от Wargaming уходит на четвертый ряд. Спасибо. Вот, мы слышали спасибо. Отлично. Спасибо Олегу. Всем спасибо. Да. Субтитры подогнал «Симон»!